Здравствуйте, ребята! Давайте мы с вами начнём наше занятие с того, что узнаем, как ваши дела. Богдан, всё хорошо, замечательно. Илья? Ну, у меня хорошие дела, но я лежала в больнице. Я надеюсь, что ты поправился? Да. Замечательно. Карина, как твои дела? Хорошо. Всё хорошо, замечательно. Настюш, покажи, пожалуйста, карточку. Супер. Нормально. Богдан, всё хорошо? Нормально. Всё хорошо и замечательно. Здорово. Хорошо. Плохо. Плохо? Я надеюсь, что после занятия у тебя настроение улучшится, поднимется. Дима, покажи, пожалуйста, своё настроение с помощью карточки. Выбери одну, какую выбираешь. Какое у тебя настроение? Всё хорошо, замечательно. Итак, сегодня наше занятие, ребята. Мы начнём с просмотра мультфильма. Называется этот мультфильм «Мост». Сейчас очень внимательно мы с вами смотрим на экран. И будем этот мультик обсуждать. Сядьте, пожалуйста, так, чтобы всем было видно. Богдан. Карина, ты чё? Не видно? Что, кажется? Я так, я всё хочу. Готовы? Да. Готовы? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, давайте обсудим. Скажите, пожалуйста, какая проблема появилась у медведя и лося? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Скажите, пожалуйста, правильно ли они, медведь и лось, поступили с маленькими зверятками? Нет. Нет. Что сделали? Обидели их. Обидели. Как вы считаете, если такая история произошла бы с вами, возникла бы ссора? Нет. У кого-то бы возникла, у кого-то нет. А скажите, пожалуйста, ребята, какие есть правила общения, чтобы ссор и обид между людьми стало меньше? Общаться друг с другом, прощать себя, уступать. Общаться друг с другом, уступать, разговаривать друг с другом. Ещё какие правила? Прощать. Прощать уже было, так. Что-то ещё? Есть какие-то ещё идеи? Сегодня мы с вами на занятии узнаем правила общения, которые помогут нам меньше ссориться. Итак, у меня эти правила написаны на листочках, поэтому сегодня я попрошу вас самих выбрать, какие же упражнения мы будем с вами выполнять. Итак. Лиля, выбирай, пожалуйста, первую тему. Чем будем мы сегодня заниматься? Уметь будем учиться задавать вопросы. Это наше с вами сегодня первое задание. Так. Линара, выбирай, пожалуйста, вторую тему, что бы ты хотела. Угу. Так. Уметь активно слушать. Так. Богдан. Угу. И умение понимать эмоции. Итак. Сегодня мы с вами выполним несколько упражнений. Сейчас мы с вами поделимся на пары. Давайте поделимся так. Объединитесь в пары с тем человеком, с которым вы меньше всего общаетесь. Угу. Угу. Так. Девочки, вы вместе? Угу. Дима, мы будем с тобой вместе в паре. Сейчас мы будем с вами рисовать рисунок. Для этого можно выбрать краски, можно выбрать фломастеры, можно выбрать карандаши или пастельные мелки. Пастельные мелки тоже можете выбрать. Итак, пожалуйста, выбирайте материалы, можете подходить к столу. Нет, каждый берет себе. Фломастеры. Угу. Один. 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 Если взяли, снова мы с вами садимся на ковер. У меня сломанный, что вам дополосил? Ну, возьми другой. Красный. 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 Итак, каждой паре я раздаю планшет и два листочка. Богдан, пожалуйста. Почему по дворе? Сейчас объясню. Карина, держи. Красный. 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 Нам нужен будет только один. Хорошо? Почему по дворе не дали? Красный. 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 Итак, у вас на пару один планшет и два листочка. Мы будем в паре с тобой, Дима. Итак, послушайте, пожалуйста, внимательно. Не отрывая руки от бумаги, один человек из пары рисует каракули, какие он захочет. Я поставлю таймер, в течение этого времени вы будете рисовать каракули, которые вы захотите. Когда вы услышите... Не отрывая руки, это очень важно. Когда вы услышите звук будильника, вы должны будете остановиться. Показывать рисунок соседу запрещено. Свой рисунок показывать запрещено. Сосед, пока вы рисуете, просто ждет. Договорились? А потом показывать, можно сказать? Пока я не скажу, показывать нельзя. Итак, те, у кого сейчас в руках планшеты, готовятся рисовать каракули, не отрывая руку от листа бумаги. Итак... Любую? Любую. На старт. Внимание! Время пошло. Давай я буду рисовать, хорошо? Все. Итак, стоп. Мы с вами остановились. Все закончили. Что нужно теперь сделать? Ваш рисунок вы можете покрутить, повертеть, соседу показывать запрещено. Посмотрите внимательно, на что же ваш рисунок похож. Можно дорисовать ему глазки, ушки. Ты пока планшет оставь у него, он будет дорисовывать. Можно дорисовать глазки, ушки, носик или что-то другое, чтобы ваша каракуля превратилась в какой-нибудь предмет, рисунок. Рисунок своему соседу показывать все еще запрещено. Все. Все. Ну это у меня сосед. Угу. О, сосед. Подним. Когда? Когда? Что? Я не понял. Все. Я не понял. Угу. Что? Вот от головы тут? Вот так что-то был. Я не понял. Как он был. Карина готова? Да. Итак, сейчас вы свой рисунок тихонечко от планшета отцепляете соседу. Все, еще рисунок не... Я угадала самокат. С первого раза. Рисуй. Рисуй. Как облако рисуется. У меня всегда самокат, да? Как? Ну, у меня самокат, но... Надо нарисовать. Ребята, задание не отгадать, а нарисовать очень похожий рисунок, чтобы ваши рисунки были очень похожи. Зимой вообще не светит. Так, облако мы с тобой нарисовали. Теперь внутри этого облака нарисуй, пожалуйста, треугольники. Мне надо нарисовать, как у него? Угу. Это все? Или еще что-то тебе рассказывала, Линара? Нет, там еще есть... Треугольники нарисуй сверху и снизу. Они еще без него не могут жить. Уши... 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 Так же у этого облака есть две точки в самом начале, Дима. Две точки поставь. две точки еще одну и рядом с этими точками нарисуй пожалуйста длинную линию длинную линию так все можешь фломастер закрывать мы с тобой тоже готовы если вы готовы фломастер свой пожалуйста закрывайте так все готовы отлично теперь пожалуйста каждый по очереди будет показывать свои рисунки подождите по очереди хорошо давайте мне фломастер в ладошку чтобы они вам не мешали итак мы с вами начнем с богдана и богдана покажите нам пожалуйста свои рисунки так как вы считаете ребята рисунки похожи вам удалось понять друг друга а ты объяснял ему насколько у тебя большой рисунок где он расположен не рассказывал просто ты понял что это самокат и нарисовал его ребята говорят что похоже не похоже не похоже хорошо настя карина покажите нам пожалуйста свои рисунки так скажите пожалуйста эти рисунки похоже похоже карина скажи пожалуйста как ты настя рассказывала что у тебя нарисовано что говорила настя как объясняла что у тебя нарисовано рассказывала как у тебя идут линия до вверх-вниз говорила на что они похожи на что похожи говорю ну ребята сказали что ваши рисунки очень похожи хорошо следующая пара у нас илья и данил так посмотрите пожалуйста похожи ли эти рисунки очень похожи да но посмотрите в одну ли сторону смотрят не в одну на одном рисунке есть рожки на другом рожек нету скажите пожалуйста как вы объясняли друг другу что нарисованы и рога так скажите пожалуйста сложно было понять друг друга не сложно хорошо замечательно ваша пара похожи ли эти рисунки не похожи почему ильнары или скажите пожалуйста вам удалось друг друга понять скажи как ты объясняла что у тебя на рисунки нарисовано говорила ли ты какого у тебя размеры лабиринт нет не говорила алилия спрашивала что-то какие-то вопросы задавала тебе не задавала хорошо сейчас свой рисунок мы покажем с димой что у нас получилось дима покажи ребята покажи у нас получилось похоже получились итак скажите пожалуйста ребята если бы вы задавали друг другу больше вопросов можно было бы нарисовать точнее эти картинки если бы ты спрашивал какого размера какой формы где расположен откуда начинать то рисунки наши получились бы очень очень точными очень похожими а какие вопросы можно задавать давайте выясним какие вопросы можно задавать большое или маленькая можно узнать в какой части листа расположен рисунок например если я бы рассказывала про свой где он расположен верхней части листа или на середине если вы говорите про свой рисунок хорошо как можно было бы задать вопросы про то что еще есть на рисунке можно задать вопросы какие на рисунке есть геометрические фигуры у кого-то геометрические фигуры есть илья данил вашем случае можно было спросить в какую сторону жираф смотрит вправо или влево конечно и тогда бы вы нарисовали жирафа которые смотрят в одну сторону тогда ваши рисунки были бы более похоже и так ребята очень важно чтобы у нас с вами не было ссор и конфликтов уметь задавать больше вопросов таком случае вы сможете понять друг друг друга гораздо больше больше и лучше